Раз в год для всех, кто умеет писать. Под таким девизом прошел в этом году «Тотальный диктант». Этот общественный проект проводится уже 16 раз подряд и стал событием мирового масштаба. Его цель – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В этом году «Тотальный диктант» написали более 230 тысяч человек из 80 стран мира. Участниками «Тотального диктанта» в Славянском районе в этом году стали 119 человек. Школьники, студенты, педагоги и просто жители пришли в городской дом культуры, чтобы проверить свои знания по русскому языку. Расскажи, пожалуйста, почему ты сегодня пришел на «Тотальный диктант»? Ну, чтобы проверить свои способности, свои умения. Ну, проверить, как я владею собственным родным языком. Давно хотела принять участие, когда слышала по телевидению об этом. Попросила дочь, и она меня зарегистрировала. Вот я пришла. А с какой целью пришли? Проверить свои знания. Я еще в состоянии помогать внуку по русскому языку делать уроки. Вот, думаю, проверить. Может быть, очень сложный текст будет, но посмотрю. Я учусь в 18-й школе, в 10-м классе. Я пришла сюда для того, чтобы проверить свои знания, может, даже показать свои знания. Мы должны знать свой родной язык. Каждый должен его знать. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант», созданный в Новосибирском государственном университете. Проводится он силами активистов и волонтеров. Проведение такой масштабной акции было бы невозможным без поддержки меценатов. В нашем районе партнерами «Тотального диктанта» выступили организация «Альфа-страхование», коммерческий банк «Кубань-Кредит», а также филиал Кубанского государственного университета и общественный совет Славянского района. От партнеров – самому юному участнику диктанта, самому пожилому, а также семье, участвующей в написании диктанта, были вручены памятные подарки. Жительница Славянска-на-Кубани Нина Троегубцева получила подарок как самый возрастной участник «Тотального диктанта». Я еще в прошлом году, когда узнала, что уже прошел диктант, я уже по компьютеру диктовали, я писала, проверяла сама себя. Было просто интересно, насколько я забыла правила, которые когда-то учила. А сейчас я увидела в этом вечернем Славянске, увидела объявление, и вышла на сайт, зарегистрировалась и пришла. Хочу проверить. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный современный писатель. В этом году автором диктанта стал Павел Басинский. Текст диктанта было доверено прочитать победителю конкурса «Учитель года Кубани» Галине Мирной. Волнение колоссальное, потому что ответственность велика, давит на плечи. Скажу даже так, коленки дрожат, хочется сбежать домой. Но я человек очень ответственный, раз возложили на меня такую обязанность, нужно сделать это достойно. Я думаю, что все справятся, будет все хорошо. После завершения всех организационных моментов участники приступили к написанию диктанта. Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант, или бывший каторжин. После завершения диктанта работы были сданы для проверки. Результаты можно будет узнать на официальном сайте тотального диктанта. Обладателя самого красивого почерка, а также отличников, наградят памятными подарками. Чествование пройдет 20 апреля в 11 часов в сквере «Аллея любви». Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...